И всем привет, ребят, с вами Стронки, я с вами записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен новой серии от новобранца до легенды на бездонат аккаунте на нашем замечательном Дико Страйкере. Сегодня у нас легендарная, юбилейная, 20 серия и сегодня у нас уже есть очень и очень знаменательная вещь. Вы видите на своих экранах то, что мы уже подняли Маршала, а это значит, что у нас открывается... Практически все вооружение с прокачкой МК-7, ну и соответственно прокачкой МК-8. На данный период времени у меня на аккаунте всего лишь 360 тысяч кристаллов, говорю всего лишь потому, что прокачивать придется сейчас очень и очень много и на все про все надо будет безумно большое количество кристаллов. При всем при этом у меня есть до сих пор еще большое количество контейнеров, но, 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 как вы знаете, каждые 10 лайков это открытие одного конта, поэтому здесь по большей части все зависит от нашей вместе с вами активности. Сегодня мы откроем всего лишь, всего лишь, всего лишь 9 контейнеров. На предыдущей части набралось довольно маленькое количество лайков, но, 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 я думаю, что в дальнейшем мы эту циферку вместе с вами исправим, поэтому не забывайте обязательно поддерживать видос лайком. Мы покупаем сегодня дико страйкера МК-7 за ноль кристаллов. Маршал, ну, наверное, это то звание, которое я очень сильно хотел видеть в последнее время и благодаря тому, что нам упала премочка и благодаря тому стриму, который у нас был относительно недавно. Кто видел, тот красавчик, кто не видел, можете посмотреть в плейлисте довольно просто найти стрим, посвященный данному аккаунту. Мы сегодня возьмем дико страйкера, попробуем выполнить заданочки, но, что касаемо резистов, то в ближайшее время, когда у нас будут скидки на модули, я прикуплю себе все те три модуля, которые у меня есть. МК-6 это резист от Теслы, резист от страйкера и резист от шафта, куплю их МК-7 и начнем потихонечку-потихонечку все наше дело прокачивать. Надеюсь, что до того периода времени, когда мы дойдем до легенды, у нас уже дико страйкер с тремя резистами будет фуловый. Если все так получится, то будет очень и очень круто. Так, я вспомнил, что у меня закончился шаг прокачки нашего замечательного бустера, ставим мы его на девятый. Ну и покупаем дико страйкера за 0 кристаллов МК-7, диктатор сюда, страйкерочек сюда, ну и понятное дело, конечно же, ставим на прокачку первого шага и диктатора, и страйкера. Ну и в дальнейшем будем выкачивать все это замечательное дело под МК-8, по ГС, сколько у меня сейчас уже есть? 8000, для Маршалла может быть это не супер большие цифры, но в принципе неплохо. Открываем, как я уже сказал, 9 контейнеров, и потом по-быстрому стараемся сегодня выполнить заданочки. Так, начинаем. Открытие. Прямочки начало падать очень много, поэтому надеюсь, что может быть и сегодня нам что-то дропнет. Три контейнера уже открыл, 10 тысяч кристаллов в два раза уже дало. Красочка Орликин, которая мне не нужна. Шестой контейнер миночки, седьмой ДАшечки, восьмой ДАшечки, ну и девятой миночки. Ну такой, не сказать, что супер крутой дроп, но кристаллов в 20 тысяч упало, а кристаллы мне очень даже пригодятся. Что касаемо супермиссий, я наверное хотел бы, хотел бы, хотел бы, чтобы эти супермиссии у нас какие-то определенно заполнились, выполнились. И я за них получил дополнительные призы, но понимаю, что, ну может быть там 2-3, может быть, миссии из всего этого количества я выполню. Но все их мы точно сделать не сможем. Времени не так много, я не уделяю большое количество времени, как это складно не звучало, да, этому аккаунту. Ну, соответственно, конс того, что все получится выполнить, очень и очень маленький. Но в этом, наверное, цель особо не стоит. Если я начну их все выполнять, то у меня и звание улетит очень и очень быстро. А нам это ни к чему. Сейчас у нас в игре повышенные фонды, повышенный опыт. Поэтому мы делаем акцент по большей части на заданки, ежедневные заданки делаем, а дальше уже катать особо я смысла не вижу. Нам нужно сейчас сыграть 2 катки в захвате флага, поднять полторы вроде как тысячи очков, ну и постараться выиграть бой. Если я выиграю каточку, то будет все очень и очень хорошо. У вас парикошет играет с очень крутым устройством, которое называется лазмофакел. Которое сейчас, кстати, находится в очень и очень плохой мете. Так, а где моя команда? Где моя команда? Если бы сейчас противник доставил такой флаг, я бы, наверное, очень сильно расстроился. Нужно постараться здесь быстро закончить катку и по возможности набить как можно больше очков. Я бы хотел сегодня выполнить на этом видосе все 3 заданки. Но для того, чтобы выполнить их все 3, мне определенно надо сделать досрочку либо в этой, либо в следующей катке. Чтобы у нас видос, во-первых, не получился очень и очень длинный. И, во-вторых, чтобы заданки успешно выполнились. Если у нас 2 катки будет без досрочек, то я думаю, что третий бой мы играть не будем. Иначе видос затянется очень и очень на длительный период времени. При том, что у нас еще довольно долгое вступление было к этому видосу. То я думаю, что это будет перебор. Очень отличная сводочка. Противничек подстроился. Возвратик оформили. Доставочка будет? Будет от тиммейтов доставочка? Нет, доставочки нет. Захват. Вернули флаг у нас. Захват флага, я хотел сказать. Вернули флажочек. Ну, надо как-то что-то открывать счет. Довушка сейчас дропа появится. Пробуем через центр. Через аптечку дроповой сыграть. Доставочку. Оформим. Откроем счет. И может быть сейчас, после уже открытия счета, игра наша полетит. Звания нормальные, наверное, адекватные. Ничего здесь сверх сложного нету для меня с такими противниками. Поэтому нужно стараться выигрывать. И самое главное, выигрывать с досрочкой. Потому что за две катки полторы тысячи очков набить, наверное, это не сложно. Да, особенно, когда меня кидают на такой песок, где не особо качанные противники. Плюс у меня здесь то вооружение очень и очень хорошее. Очки набиваются очень быстро. Да и вообще, в принципе, песок это одна из самых удобных карт для дикострайкера. Поэтому стараемся быстро все дело реализовывать. Меня начинает постоянно выпушивать кто-то. Противники на титанах играют. Давай, титана есть. Ну, пробуем. Получится. Сейчас увезти будет супер. Лиса привезла флаг вражеская. Мейты бы помогли бы, если честно. Вот неплохо. Вернул бы кто-нибудь, нет? Или флаг подобрал? Подберите. Флаг, бойцы. Так, а мне сейчас как-то надо либо аптечку дождаться, либо быстро слиться. Нет, аптечку я не заберу. Хорошо, пробуем с респа снова. Залететь. 60% овердрайва. Овера, конечно, долго еще у меня не будет. Флаг вроде как в сейф ушел. Противник идет пушить меня. Что за гений игры? Сыгидеть. Я думал, никто так играть сейчас не будет. Уже, чтобы меня выпушивать. Так, вулкан тут накидывает. Хороший урончик мог бы быть. От него так. Первый страйкерочек залетает удачно. Второй залетает тоже туда же. Третий залетает. Ну и что это такое? Друг ты мой хороший. Не надо так делать. Не надо так лагать. Возвратик есть. Сюда. Доставочку делаем. Доставочку, молодые люди. Хантер-ровер. Хантер-ровер! Хантер-ровер! Доставка. Ну где? Ребят, очки. Но я флаг возвращал. Для чего? Чтоб вы там стояли. Боже ты мой. Что у меня за команда? Алло. Алло. Зачем флаг? Вам. Вам хотел написать. Написал вам, что он. Ой, не понимаю этих игроков. Конечно. Но уверных падает. Это хорошо. Можно бы сейчас забрать. Пробую с этого лагера слить. Хороший выстрел. Возвратик рабочий. А мы ставить будем в этот раз? В этот раз ставить будем? Алло. Алло. Ставь. Блин, ну как играть с такими тиммейтами? Ну что это за прикол? Ну это что, шутка какая-то или что? Зачем я флаги возвращаю? Что он делает? Это рофл? Это какой-то прикол. Он будет ехать сегодня? Алло, друг! Ты что, гонишь? Алло, дружань. Алло. Едет на доставочку. Блин, мы могли уже три флага поставить в этой карте. Кто это за тиммейт? Что они делают в этой игре? Он так боялся, что его сольют. Стоял 40 лет на этом флаге. И я в шоке. Вот это игроки матчмейкинга. Так вот он играется в игру. 600 очков уже. Нужно делать досрочку обязательно в этой карте. Потому что я хочу успеть выполнить все заданки. Пробуем. Три флага уже есть. Еще четыре надо поставить. Я так понимаю, что все четыре флага придется ставить мне. Тиммейты особо этим заниматься не хотят. Оформим еще одну доставочку. Будет бомба. Везде дохилит. Там падает овердрайв? Нет, не показалось. Когда я откатывался, казалось, что оверпадает. Так. Разыгрываем овердрайв на тиммейта. Сливаем оппонента и пробуем увести еще один. Если увожу этот, то будет бомба. Ваншот не надо. Хорошо. КП держится. Фук очков у меня уже. О, овердрайв лежит. Она пусть вас жмет. Жмет, берет. Я снова оставляю. Просто противника. Хороший. Еще и бомба профукал. Бог ты мой. 900 очков у меня в катке. За 7 минут. С такими тиммейтами. Это, конечно, сильно. Это, конечно, сильно. Я поражаюсь, честно. Честно, я поражаюсь от того, какие сейчас у нас игроки играют в матчмейкинге. Когда вот так вот разыгрывают размены, например, да, игроки. Конечно, может, кто-то скажет, чему ты удивляешься. Типа, это обычные игроки в матчмейкинге. На легендах бывает хуже играют. Я, в принципе, с этим соглашусь. Но не знаю. Мне всегда как-то хочется видеть более каких-то грамотных игроков, тиммейтов, которые будут понимать, что они делают, а не тех, которые стоят по 40 лет за стенкой и боятся выехать. Вот. Этот ласпик сейчас, конечно, на халяву минусанул неплохо. А возврат? Возврат давай. Давай возврат брать. Хорош. Красавчик. Лучший. Это полторы тысячи за одну катку набью, по ощущениям. По ощущениям, здесь полторушка за один бой будет. Если бы еще бы чуть-чуть потянул бы время, то точно полторулик бы залетел. Хорошая. Хороший купол тоже от противника. такой шикарный, прям бомбический. Ставим. Да, наверное, ставим. Супер. Сейчас еще одну каточку быстро сыграем. Если такие катки мне в CTF будут попадаться, то я думаю, что я очень и очень быстро смогу выполнить заданку с 9К в CTF. Так. Забираем сразу контейнер. Очень хорошо, что получилось сразу выиграть. Так. А сколько мне осталось? В CTF у меня осталось две тысячи. Две тысячи. Это очень хорошо. Недельные заданки у меня появляются завтра. Завтра у нас также будут скидки, я так понимаю, на модули. Так. Ну и давайте. Если у нас так все хорошо пошло, то может быть, может быть, мы сейчас по-быстрому еще две каточки успеем сыграть. Я, по крайней мере, очень сильно надеюсь на это. Что у нас получится сейчас быстро еще одну каточку в CTF закончить с досрочкой и тогда и тогда на контроле точек тоже будет у нас очень быстрая котуля с победочкой. Давайте. Ох! Ну тут такой, если, конечно, тут уже по большей части наверное надеяться на то, что у меня команда сейчас будет тянуть. Здесь я уже так соло, мне кажется, флаги не потаскаю. Сейчас уже будет тяжеловато против легендочек. Нет, не знаю, что первый флажочек уходит. У них и очень просто. Против уже какие-то броненосцы жесткие. Так, давайте, ребят, постараемся быструю досрочку оформить. Мне очков мне здесь много не надо. Надо просто бой выиграть. Я бы вообще был бы рад, если бы меня бы в начатую катку закинуло бы. Но, ладно. Грифрут увозит. Давай, Грифрут. Давай, Грифрутик. Постраховать бы его. Сейчас вынесут его. Нормально уходит. Супер. Хорошо, 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 супер. Давайте сейчас еще пять доставочек быстреньких, красивых оформляем. И все. И все четко. И заканчиваем с этой каткой. Идем сразу в ЦПшечку. И в ЦПшечке тоже так же самым быстренько все делаем. Будет прям супер-классно. Если получится. Так, тут шафт не целит. Попал. Грифрута. Салют. Не, Грифрут жесткий. Грифрут целую золочку оформляет. Ничего себе. Вот это боец. Вот это мне бойца подкинуло контента. Вот два флага уже доставил. Молодец. Красавчик. Давай, может, он еще один увезет. Вообще, не мешало бы, если, по-моему, все увез. Если, по-моему, сейчас бы все увез. Вообще, было бы супер. Я был бы только и только этому рад. Если, по-моему, все увез. Я, конечно, могу его подстраховать немножко. Если это ему надо. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. На какого-нибудь бойца, который будет увозить зайти самому. Давайте так сделаем. Хороший овердрайв воткнул. Подстрахую тиммейта. Надо, чтобы его сейчас шахт не ваншотнул. А, где там прострела нет? Ай, хоряфриз. А как он восхал? А, подверждаем. Понял. Ну, сказали тело ему. Неприятненько, неприятненько, когда такое происходит. Могли бы уже вести 5-0 за 3 минутки. 5-0 было бы очень хорошо. При том, что я уже 300 очков набил. Практически. Которые мне были необходимы. Поэтому это было бы очень хорошо. До нового звания мне надо 100 тысяч. Кажется, что это много, но сейчас опыт набивается настолько быстро, что если честно, я бы хотел бы, чтобы он даже где-то в моменте помедленнее шел. так есть. При том, что я по большей части весь опыт зарабатываю на заданках. Наверное, особо сильно расстраиваться по этому поводу не нужно. Блин, нас могут сейчас доставить флаг противник. Грифрут больше не тянет. Тянул, 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 тянул. О, хорошо. Найс противники отыгрывают. Найс 1, 2, минус откидывает. Но нам надо 4 флага еще. 5-0 бы, конечно, поувереннее смотрелось бы сейчас М3, который у нас есть. Овердрайв там я на тиммейт раздавал хороший. Где сейчас моя страховка? Страховочка есть? Страховка, Грифрут, флаг слева от тебя, Грифрут! Он едет на возврат, я понял. Не, на возврат тоже неплохо, но можно было попробовать и увезти еще. И просто вернуть. Да. Овердрайв против, что-то попавится. Пытается навязать какую-то борьбу. Чем он играет, интересно? Фок у него или что? Не могу понять. Мамонт овердрайв прожимает. Так, у меня сейчас будет овер. Было бы неплохо зайти бы с кем-то в атаку. Хотя, не, еще не скоро будет овердрайв. Мне казалось, у меня больше процентов. И справа пикнуть по шафту. Тиммейт увозит. Надо прикрыть, пофиг, что там шафт дает выстрел. Главное, хоть чуть-чуть прикрыть. 4-0! Хорошо! Хорошо! 4-0 это очень хорошо. Давайте, давайте. Я верю, что мы сейчас можем сделать досрочку. Котивник прожимает овердрайв пустую. Грубо говоря. Хорошо, мы его уносим. Да, но хоть меня радует, что у меня хоть тиммейты есть, которые могут взять, увести флаг практически в соло. Без помощи моей тиммейтов. Это, конечно, очень достоин. Когда такое есть, хороший овердрайв раздаю на тиммейта. Но, к сожалению, на этот овер он не увозит. Наверное, он даже сам не понял, как я ему раздал его. Но, иногда такие бонусы диктатор может преподносить. Так, шафт вот этот в углу мне очень сильно не нравится. Мне очень сильно не нравится, что он делает в этой карте. Мне бы хотелось его так аккуратненько пикнуть. Из чего он будет прожимать? Да, это бесшанцовое. Блин, ну, 9 минут. За 6 минут 4 флага мы доставили. Могли доставить сколько я говорил? Могли уже 6 доставить, да? Как-то вести, надо как-то вести эти флаги. Как-то вести, стараться. Роты, конечно, дефят. Но, ничего страшного в этом нету. У нас там появился какой-то хорерик или кто там с овердрайвом. Все, Какой-то бог конкретный. То есть, ХГСа. Так, хорерик. Дэээм. Такой, конечно. Из этого бы еще быть имейта нам бы. Порефреза хорошего. Он такой. Мог бы нормальную суету навести. А наш симейт уже в дефе стоит. Не хочет он досрочку делать. Его 4-0 устраивает. Я понял. Не, 4-0 тоже хороший счет. Но я бы на его месте попытался бы увести еще. Попытался бы увести, при том, что у нас вся команда стоит в дефе. И команда такая, конечно. Но не самого лучшего пилотажа, если честно. Ну, пробуем что-то. Что-то пробуем покидать. 480 очков 20 киллов. Блин, я бы мог бы просто, знаете, как вот набить то, что мне надо и ливнуть с катки. Но я не могу ливнуть. Потому что мне надо, чтобы я сыграл цтф. Чтоб я просто сыграл бой. Да, вне зависимости от того, сколько у меня будет очков, там, выиграю я не выиграю. Соответственно, мне надо такой катки потеть, стараться сделать досрочку. Как сделать досрочку, если у меня вся команда стоит в дефе? И плюс там противник тоже, который дефит. Да, то есть, если была нынче моя команда стояла в дефе, там никого из противников не было, я еще мог бы понять. Так, там еще и противник довольно плотно стоит на своей базе, откидывает неприятные выстрелы на шафте. Два даже там шафта, да, откидывает неприятные выстрелы. Так, Грейфрут вроде увозит. Давай, Грейфрюточ, я верю в себя. У тебя получится, братанчик. Братанчик, не получилось, да? Противник точно здесь не уводит. Сонцового у него нету. Придется полный бой играть, что? Что я могу сказать? Придется играть полный бой, можно было конечно сделать досрочку, но тот тайминг на досрочку мы профукали, поэтому теперь ой, хороший овердрайв от хантера. Добротный. Даже вот такие приваренные игроки дают очень хороший овердрайв. Молодцы. Молодцы. Конечно молодцы. Ай, не убежал, я ему помешал, если честно. Если честно, то я ему помешал. Ну ладно, если я сейчас сам увезу, то будет неплохо. Если я ему мешал, но увезу сам. Изида нахила. На хиле стоит. Ой-ой-ой-ой, зачепился. Не туда, не туда. Ай-ой-ой-ой, Вика, Изида. Ой-ой-ой, как плохо, ой-ой, как плохо, я сыграл. Хорошо, хоть у нас команда нормальная. Сильная команда. Но я вообще сыграл очень плохо. Не могли спокойно здесь возвращать. Так, и у нас увоз. Я даже не успеваю, если честно. Если честно, не успеваю никак. Доставочка будет. Но мы пятый поставили. Когда ставишь пятый, у тебя уже открывается шанс на досрочку. Ну, надеемся, что сейчас получится у нас эту досрочку оформить. Урефриз едет на меня. Хорошо. Давайте пробовать. Овердрайв по центру. Забрать бы его. Было бы супер. Ладно, пусть берет тиммейт. Что он будет делать с овердрайвом, интересно? Угу, просто сольется. Хорошая реализация, неплохая, рабочая. После того песка уже удивляться чему-либо глупо. Но хотелось бы выиграть с досрочкой. Выиграть с досрочкой. Блин. Не вовремя я там выстрел получил, конечно. Сейчас, когда ты уже маршал, ничего такого удивительного уже нету, что ты на первом, например, вместе с легендами. Вот, когда ты был, например, там, капитаном, каким-нибудь генерал-майорчиком, и ты против легенд занимаешь первые места. Это как-то выглядит очень красиво, очень уверенно. Эти подлаги, конечно, мне не нравятся. Неприятные такие. Неприятные подлаги. Давай, 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 давай. Газуем, газуем, газуем. Открывается шанс на досрочку. Если меня сейчас, конечно, не сольют. Да, есть. 6-1, давайте, еще один флаг, и все. И заканчиваем с этой каткой. 4 минуты выиграем для нового боя. Тогда будет определенный смысл сыграть. И еще одну катку. Да. 24 минуты видос уже идет. Поэтому если сейчас досрочку сделаем, то будет супер. Для нее надо... Давай, Грифрут, давай, давай, не переживай, я раздам тебе овер. Не бойся, братик. Не бойся, я бы ему и так раздал бы его. Только я хотел бы, чтобы он увез. Подолос бы, лучше бы я ему овер дал бы. Почему он так просто у себя на базе сольется? Я хочу досрочку. Может быть, он не хочет ее? Я бы очень сильно хотел бы здесь завершить досрочку. Ну, поставил. Ну, хорошую, конечно, поставил. Рабочую. Такая прям контентовая миночка от противника. Еще и овердрайв падает по центру. Ой, как выиграть досрочно. Еще один пикинг овердрайв прожимает. Почти тысяча очков даже против легенд. Ну, это, кстати, довольно простая катка. Довольно простая. Здесь довольно большое количество слабых легенд. Которые по уровню игры, наверное, может быть даже хуже, чем те типы, которые играли на песке. Против. Просто здесь карта такая довольно тяжелая для увоза. Перед пыноштоки практически. И чтобы увезти, надо, чтобы либо противник разъехался, либо чтобы ты его всего слил. А всех слить довольно тяжело. Довольно тяжело, и поэтому очень часто тебя просто принимают, и ты улетаешь на респаун. Это, конечно, грустновато. грустновато, что я потянул шестерку флагов, а досрочку мы так и не сделали. Хотя могли поставить уже на два больше. В двух моментах чуть не повезло. Давай, Грифрут, сделай! Сделай контент. Покажи, как надо увозить всем. Покажи мастер-класс, братанчик. Давай, братанчик, давай, 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 давай. Блин. Не получилось. Не получилось у него. У нас вообще, смотрите, какой тип играет. 5000 гс, 6% резиста тажиги, и больше у него резистов нету. Ни устройство на пушку, ни реза, ничего нету вообще. Просто ничего. Да. Это, конечно, сильно. Это, конечно, сильно. Ну все, минута до конца. Здесь уже особо смысла никакого нету в досрочке. Попытаемся сейчас сделать еще один хороший заход, когда у меня будет овердрайв. Шафт ваншотает. 30% рез. Хоть даже я и без ДАшки, но он ваншотает. Нифига жестко. Нифига жестко накидывает. Не ожидал. Я такого поворота событий. Не ожидал, не ожидал. Так. Есть овер. Есть овер. Тиммейт ему его душат. Тиммейт ему есть ли? Тиммейт едет просто сжать овер. Вот это, конечно, хтантероводы сейчас пошли жесткие. Чего, просто стоит, стоит АФК, понимает, что у него есть овер, идет, просто меня пушит сразу. Так же само, как наш тиммейт. Видели? Тоже по правой зоне очень хороший, такой же самый, примерно овердрайв прожимал. Мда. Печально, без досрочки. Ну и сейчас посмотрим, что там было по ЦП. Если по ЦП там 400 просто опыта заработать, то я еще могу, если там кристаллы, то я думаю, что тогда я выполню эту заданку уже на стриме. потому что иначе это может быть очень и очень долго. А нам оно явно не надо. Да, там контроль точек с кристаллами. Окей, хорошо, забираем просто две заданки, забираем дополнительные призы, забираем дополнительные два контейнера. Ну и смотрим, что у нас здесь по челленджу. По челленджу нам осталось довольно-таки мало, соточку там коинов я себе плюсану. но нам надо копить еще и копить эти танкойны. Челлендж покупать я точно не собираюсь на тот момент времени, когда у меня будут танкойны. Да, сейчас челлендж стоит 700. Я думаю, что в нем нет смысла никакого. У меня появится 2000 танкойнов, если я продолжу выполнять заданки ежедневно. Да, за счет вот этой замечательной супермиссии. Сегодня у нас уже 4 заданки выполнено. 2022 танкойна я получу. Если я смогу получить эти 2022 танкойна и дополнительно еще где-нибудь что-нибудь подформить, может какая-нибудь скидочка заедет на 4-й слот, тогда у нас может появиться 4-й слот на этом замечательном аккаунте. 4-й слот на нем я считаю что это очень и очень хороший буст. Поэтому как-то так. Поддерживайте видос лайком друзья обязательно каждые 10 лайков это все так же открытие одного контейнера поэтому по сути все зависит исключительно от вас поддерживаете видос лайкозавром пишите в комментариях что вы думаете по поводу нашего замечательного маршала возможно у вас какие-то есть для меня пожелания какие-то может цели может быть предложение напишите будет интересно все это дело почитать так же не забывайте подписываться на канал нажимать на колокольчик дабы не пропускать новые видеоролики но с моим вами стройка всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока